Далеко не триумфально завершающаяся сегодня на наших глазах миссия Соединенных Штатов и их союзников в Афганистане просто не может не стать поводом для сравнения двух военных кампаний, проходивших в этой стране с достаточно небольшим промежутком — советской и американской. Кое-кто с торопливой категоричностью уже торопится объявить их едва ли идентичными, мол, США умудрились, имея перед глазами негативный опыт Советского Союза, наступить на те же самые грабли и с теми же результатами. Подобные утверждения представляются, очень мягко говоря, некорректными и истине не соответствуют совершенно. Дело тут даже не в том, что пришедшие из СССР шурави ту войну, вопреки утверждениям западных историков и их отечественных коллег, либерального толка вовсе не проиграли. Для того, чтобы более или менее объективно сравнивать результаты пребывания в Афганистане советских воинов-интернационалистов и борцов за демократию из НАТО, говорить надо прежде всего не об общих моментах, а о существеннейших различиях в целях, методах и, главное, условиях их миссий. Попробуем рассмотреть их хотя бы вкратце. Разговор свой мы начнем, пожалуй, все-таки с общих моментов, объединяющих события 1979-1989 годов и операцию, которая, начавшись в 2001 году и заканчивается в настоящий момент. Что характерно, вот как раз они и вправду сводятся в основном к повторению американцами в большей или меньшей мере наиболее серьезных ошибок, в свое время сделанных их советскими предшественниками. Итак, сходство первое, и США, и СССР водили в Афганистан войска, преследуя собственные геополитические интересы великих держав, которые, естественно, не оглашались открыто, а драпировались красивыми и правильными словами. В нашем случае, речь шла об оказании помощи афганскому народу и выполнении интернационального долга. В варианте США фигурировала борьба с мировым терроризмом. При этом руководители армии спецслужб обеих стран, как оказалось впоследствии, имели весьма смутное представление о том, с кем и с чем предстоит в реальности столкнуться в этой стране возглавляемым ими структурам. Рассчитывая на быстрое наведение порядка на ее территории, ни американские, ни советские генералы даже и не думали строить долгосрочных планов и стратегий. Как оказалось, очень зря. Обе страны намертво увязли в Афганистане, погружаясь в пучину вооруженного конфликта, все глубже и глубже. При этом, и вот вам сходство второе, шансов на то, что поставлены изначально цели и задачи, чисто военного характера, будут выполнены, тем более в кратчайшие сроки, как это виделось сперва, не было изначально. А все потому, что в обеих случаях ставка делалась на однозначное превосходство регулярной армии над отрядами бородатых повстанцев в выучке, вооруженности, оснащенности и всем остальном. Это было громадной, попросту роковой ошибкой. Ни танки, вертолеты и грады ограниченного контингента советской армии в Афганистане, ни стратегические бомбардировщики, БПЛа и куча прочего высокоточного и высокоумного оружия Международных сил содействия безопасности, International Security Assistance Force, САВ, так и не смогли переломить ход войны с партизанскими отрядами душманов или впоследствии движения Талибан, запрещено в России. Потуги разгромить афганцев с помощью самых современных и совершенных видов вооружения и техники были и остаются по своей эффективности, равносильны попыткам рубить острейшим булатным мечом, утренний туман или горный ветер. Это не говоря уж о полнейшей абсурдности уничтожения шатра из верблюжьей шерсти или глинобитной хижины с помощью боеприпаса в несколько миллионов долларов, чем все последние годы грешили американцы и их союзники. Впрочем, военные просчеты как СССР, так и США меркнут перед главной их ошибкой, составляющей собственно сходство номер три стремлением навязать Афганистану и его народу совершенно чуждые им ценности, идей и мировоззрения. Шурави принялись строить в этой стране, находившейся тогда и находящейся сейчас, на родоплеменной стадии развития социализм. Американцы, процветающую демократию, афганским декханам, кочевникам, а в равной мере и местной элите, как идеалы марксизма-ленинизма, так и демократические ценности, оказались, скажем так, до стенки ближайшего дувала. Нет, видя для себя ту или иную выгоду здесь и сейчас, декларировать они могли все что угодно. Вот только принимать это в качестве собственных искренних убеждений отказывались категорически. Подобный номер в Афганистане не проходил никогда. С общими моментами, будем считать, на этом покончено. Теперь перейдем к различиям, которых, как уже было сказано, насчитывается не в пример больше. Первый из них, это тот общеизвестный факт, что начав свою операцию в Афганистане, СССР на самом деле вступил в конфронтацию, причем не только политического, а и военного характера, как со всем коллективным западом, так и со значительной частью стран мусульманского мира, а также, из песни слова не выкинешь, коммунистическим Китаем. Вклад китайских товарищей в вооружение афганских душманов переоценить вообще невозможно. Впрочем, первую скрипку, конечно же, играли Соединенные Штаты. Бюджет одного лишь ЦРУ в начале афганской войны, тратившего на помощь душманам, 5 миллионов долларов ежегодно к ее концу вырос, по некоторым данным, до 750 миллионов в год, выделяемых на те же цели. Талибов же, по сути дела, не поддерживал никто, кроме определенных кругов Пакистана. Второе различие тесно связано с первым, являясь, так сказать, его зеркальным отражением. Советский Союз не стал тащить за речку никого из собственных союзников по организации Варшавского договора, справляясь там исключительно своими силами. В рядах САФ против Талибана сражались представители едва ли не полусотни стран, в основном входящих в Североатлантический Альянс, но не только их. Казалось бы, столь мощная и многонациональная коалиция, при минимальной поддержке, получаемой противником, должны была бы одержать самую убедительную победу и без труда контролировать неукротимую страну. Не тут-то было. Более того, американцы и их союзники, и в этом четвертое различие, провели в Афганистане ровно вдвое больше времени, чем шурави. Однако привело это не к достижению ими своих целей, а лишь к непомерному расходу денег и прочих ресурсов. Кстати, о расходах. Тут у нас, конечно, пятое различие. Точных данных относительно того, в какие суммы обошлась афганская компания нашей стране, в природе не имеется. Некие американские эксперты называют цифры 800 миллионов долларов, ежегодно тратившиеся Москвой на поддержание кабульских товарищей и, говорят, о тратившихся на пребывание в этой стране окса от 3 до 8 миллиардов долларов в год. Ладно, попробуем принять на веру, хотя цифры наверняка завышены. Умножаем на 10 и получаем 8 миллиардов на афганское правительство и, ладно, пусть 80 на войну. Относительно того, сколько в Афганистан вбухал Вашингтон, информации побольше. Только программу восстановления и развития тамошней экономики оценивают в 137 миллиардов долларов. Непосредственные военные расходы, одних лишь США, уже к 2014 году, моменту провозглашения ими официального окончания войны, после которого американцы и не подумали убраться из Афганистана, составили более 600 миллиардов долларов. К настоящему моменту эта цифра составляет все 800 миллиардов, хотя кое-кто говорит и о триллионе. Но, как говорится, у богатых свои причуды. При этом нашим любителям порассуждать о том, как в США все происходит исключительно по закону, честно и прозрачно. Следует знать, что по оценкам американских же контролирующих организаций не менее 15,5 миллиардов долларов из колоссальных сумм помощи афганскому народу были попросту разворованы только лишь за период с 2006 по 2017 год. Это как раз вдвое больше, чем вся советская помощь этой стране за такой же точно временной период. Тут мы вплотную подходим уже к новым различиям. Шестое из них заключается в том, что в период нахождения в Афганистане советских войск и советников страна эта ни в коем случае не была центром мирового производства наркотиков. Зато американские борцы за демократию достигли в деле ее превращения в таковой просто фантастических успехов. И это при том, что начиная с 2002 году на борьбу с афганским наркотрафиком Запад официально потратил с десяток миллиардов долларов. Тем не менее, размеры тамошних опиумных плантаций за это время увеличились в разы и в 2017 году достигли своего исторического максимума. Это, кстати, данные ООН. Посему седьмым различием смело можно считать то, что СССР строил в Афганистане школы, мосты, дороги, промышленные и инфраструктурные объекты, только крупных их было возведено около полутора сотен, а США и их союзники — развитую демократию и гендерное равенство. Насколько известно, единственный объект невоенного назначения, реально оставшийся после американцев, — это небольшая дизельная электростанция, обеспечивавшая энергией правительственный район Кабула. Куда ухнули якобы вложенные в восстановление развития десятки миллиардов, решительно непонятно. Впрочем, если учесть, что 35 миллионов долларов Министерство сельского хозяйства США вложило в программу по выращиванию в Афганистане, СОИ, провалившуюся полностью и с большим позором, то удивляться тут нечему. От СССР страна, пусть и отчаянно сопротивлявшаяся его военному присутствию, получила реальную помощь в сфере экономики и десятки тысяч квалифицированных специалистов, обученных в нашей стране, а от США, брошенные сегодня военные базы и погрязших в коррупции и воростве бюрократов, пригревшихся под крылышком американцев. Вернемся, впрочем, к делам военным. Восьмым различием многие считают соотношение потерь советского ограниченного контингента и возглавляемых США, САВ. Мы, по имеющимся данным, потеряли около 15 тысяч человек убитыми и более 50 тысяч ранеными. Американцы же до последнего времени продолжали твердить о двух с половиной тысячах убитых и 20 тысячах раненых. По всему поводу наши либералы изволили восхищаться, вот, мол, какие молодцы, воюют с умом, а не пушечным мясом. Можно было бы согласиться, если бы не целый ряд нюансов. Прежде всего, самые разные источники говорят о том, что цифры потерь как армии США, так и всей коалиции безбожно перевраны. Те же иранцы, к примеру, утверждают, что занижены они в 2,5, а то и в три раза. Более того, львиную долю самой грязной и, соответственно, опасной работы в Афганистане для американцев и их союзников выполняли ЧВК, а уж их-то бойцов никто не учитывал. Тем не менее, независимые источники говорят о примерно двух тысячах частников, сложивших там головы только с 2001 по 2014 год. Более точно потери коалиции оцениваются в 11 тысяч убитыми и звучит это вполне реалистично. Впрочем, и эта цифра объясняется тем, что военные США и НАТО, в отличие от наших, практически не участвовали в наземных операциях, предпочитая разносить врагов в клочья с воздуха. Ну, а если при этом ракетно-бомбовые удары ошибочно уничтожали мирных жителей, угрызениями совести они никогда не терзались. Девятым различием, самым, пожалуй, фундаментальным из всех, следует считать то, что после ухода советских войск, правительственные силы Кабула вполне успешно отражали атаки маджахедов на протяжении еще трех лет, до апреля 1992 года. Оставленный после себя американцами режим рушится, как карточный домик в считанные дни. Если не часы, талибы распространяют свою власть по территории Афганистана со скоростью лесного пожара, и никто даже не пытается им противостоять. Так что десятым различием военных компаний Советского Союза и Соединенных Штатов можно и нужно считать их конечный результат. Правительство Наджибулы было повержено, не лишившись советских штыков, а в результате краха СССР и последовавшего за ним категорического отказа тогдашнего правительства России поддерживать Кабул в какой-либо форме. Само по себе решение о выводе советских войск из Афганистана было принято не по объективным причинам, а в силу предательства Горбачева и его клики, капитулировавшей перед Западом. США сегодня вроде бы еще не развалились, да и Байден, в спешном порядке убирающий из далекой восточной страны американскую армию, лишь подтверждает решение своего предшественника. Советские воины ушли из Афганистана потому, что так хотели в Вашингтоне, а американцы бегут, поскольку проиграли там не только войну, а и вообще все, что только можно. Вот и вся разница.